Этот дом на улице Семинарской можно с легкостью пропустить, если не знать, где он находится. За стеной деревьев его попросту не видно, а само строение выглядит непригодным для жилья. Разбитые окна на первом этаже, закрыты двери на лестничной клетке, а на входе висит предупреждение о расселении. Действительно, почти все жильцы из коммунального дома 13Г по улице Семинарской получили достойное жилье. Каждая семья теперь имеет отдельную квартиру. Кроме Вахи Вахабовича и его соседки по коммуналке. По неизвестной причине их переселили в одну квартиру. Естественно, такое положение дел мало кому нравится. Когда пригласили в администрацию, по телефону нас в двоих пригласили, позвонили, мы пришли, нам тогда сказали, что одна трехкомнатная квартира в Дягилево, Беляково 17, хотя мы никакого родственного отношения не имеем, и нам сказали так. По словам оставшихся жильцов, дом уже отключен от отопления, а из коммунальных услуг остались только вода и свет. Но и они могут стать причиной аварийной ситуации. Дом на Семинарской напоминает кадры из фильмов ужасов. Обшарпанные стены, потолки с черной плесенью и не только. Уже несколько раз оставшиеся жильцы видели в освобожденных комнатах лиц без определенного места жительства. В оставленных квартирах можно найти лежаки. В одну из комнат кто-то провел свет. Елена Анатольевна и ее сосед пытаются добиться ответа от администрации города через суд. Почему же было решено именно их переселить в одну квартиру? Однако и тут все не так просто. Мы общаемся непосредственно, когда у нас было первое заседание суда. Нам обещали квартиры, обещали опять с соседом нам вместе дать квартиру. Дать обещали в Дягилево на Беляково 17. Опять нам хотели дать общую, как коммунальную квартиру. Всех жильцов непосредственно нас расселили отдельно, благоустроенные квартиры. В центре Рязани. Пока оставшиеся два жителя дома пытаются получить свое законное и главное собственное жилье, с каждым днем приближается отопительный сезон. И пережить зиму в аварийном доме не представляется возможным. Постоянные перебои с электро- и водоснабжением значительно усложняют задачу. Сейчас остается неизвестным, смогут ли последние жильцы аварийного дома переехать до начала зимы.